Занимались и все, увлекались с ним все, это было как бы для избранных, потому что реактивы надо было знать, как составить, да, и все остальное. Ну, потом, вот так вот, школа, а в школе мы решили делать... Какая-то история со стенгазетой, да? В школе мы решили делать стенгазету, но не как все решили внутриться, решили вместо рисунка вставить фотографии, и мы вместе с моим товарищем... Такой технический прорыв был, да? Да, это был реальный прорыв большой, на то время, это были 80-е годы, как бы у всех стенгазиты сидели на полу, мы тут реализовывали, ну, меня ни одной стенгазеты, в крайней мере, не осталось. Мы вместе с моим школьным товарищем бегали с этими-то практиками, смена у меня была, смена 8 лет, это 15 рублей денег она стоила тогда, крутили, с ним что-то еще, что-то даже получал, ну, вот так. Понятно. Саша, а вот в жизни каждого человека творческого, который достиг чего-то, есть ли какие-то люди, да, профессионалы, которым есть за что всегда сказать спасибо, в твоей жизни были такие люди? Да, ну, во-первых, я уже говорил это, спасибо, папа, потом меня уже так более тесно познакомил с хорошей фотографией, мы тоже журналы постоянно выписывали, советская фото тогда была. Потом, конечно, был большой перерыв, и вот с 2005 года, когда я пришел работать по Николаевскому прессу, была газета «Ритма и прыгающая», так получилось, что у нас приболел наш Дмитрий Васильевич Ласкин, его многие знают здесь сидячий, и вот «Саша, пойди, надо щелкнуть этот». Я тогда, что-то техника вообще-то не был, у меня была такая маленькая книжечка, ну, как усил, да, и пошел что-то щелкать в Google Service. Фотографики у меня не осталось. Как же так? Ну, вот так. Ну, вот так. Они перво там хранятся, я думаю, что это у нас тёрли, не знаю. Потом была газета «Део Кургенхор», я уже более как-то начал работать. Хорошо, но спасибо, кому ты можешь сказать? Вот, кто повлиял на тебя? Вот первый Дмитрий Васильевич Ласкин и свой профессионал. Второй и более второй фундаментальный – наш Александр Кургенхор.